дорогие друзья всем привет сегодня 5 июля в общем все расскажу как и что короче говоря вчерашний день 4 я не стал снимать по одной простой причине так как сейчас меня очень очень мало времени вот соответственно монтировать видео я в данный момент не успеваю буду заниматься это глубокую осенью и зимой и решил короче немножко сбавить темп в чем сбавить темп в однотонности моих роликов а именно то есть как получается вчера вот утром я сделал трактору все это вы миллион раз уже видели на моем канале зацепил культиватор и поехал работать работал работу пообедал опять дальше работал работал и все закончил смену решил я такие дни просто грубо говоря игнорить чтобы не тратить ваше время на просмотр одного и того же и одно и то же монотонности и моё на монтаж и укладывание в интернет соответственно на канал поэтому я решил если день у меня проходит стабильно то есть утром сел работаешь работаешь сделал такой норм гитар вечером вылез все нормально такой день у меня будет без съемки если же вот как сегодня например вчера поздно вечером уже прям буквально за час до конца смены у меня лопнула трубка топливная опять же раньше я говорил вам что две у меня первых а нет первые третьи это не заводские трубки их приходится изгинать и заводские как от обычного d2 60 у которого вход форсунку сбоку у меня евро форсунки вход сверху поэтому ходят трубки изгинать подгинать они не попадают вот в общий хомут и от вибрации уже по отдельности отрисаются и лопаются это проблема да вот теперь нужно эту трубку поменять и соответственно такие вот денечки как сегодня там где-то ремонт где-то там что-то не обычно пошло там допустим что-то сломалось где-то по-другому где-то переезды какие-то там или другая другой вид работы да это я буду обязательно снимать конечно же уборку я постараюсь полностью снять весь материал и и и так что не переживайте видосики обязательно будут все будет нормально просто не будет допустим вот вчерашнего дня не будет сразу с 3 июля бах сразу на 5 не пугайтесь значит этот день был самым обычным и ничего нового и интересного в нем не было вот поэтому такие вот дела но обязательно буду проговаривать следующем ролике допустим если вчерашний день вот я пропустил сегодняшнем ролике обязательно скажу что сделал то столько-то и что еще вчера было примерно вот так это будет выглядеть я думаю вам чтобы времени терять на одно и то же не смотреть и мне удобнее и соответственно более информативно получится это вот загогулю надо как-то мне выпрямить их и трубки мягенькие невозможно капот не должна задевать попробуем запустить и и Друзья, ну вот и все, закончили. Поры, в общем, как? Первая культивация очень долго затягивалась, потому что периодически подливали дожди. И в итоге вот местами успевали сделать первую культивацию, местами не успели. Сегодня мы, грубо говоря, закончили то, что не сделали первую культивацию. И пока мы первую культивацию заканчивали, соответственно, на самом первом поле, когда первый раз заехали, уже можно делать вторую культивацию. Поэтому завтра мы едем на соседнее поле, 55 гектар, будем культивировать там. Но там уже будет вторая культивация. Вот так вот сроки откладываются, потому что дожди не дают работать. Вот, пока мы завершали первую культивацию, там уже вторая созрела. Вот так вот. Поэтому пока мы там поле в 55 гектар закончим, здесь уже потихоньку-потихоньку, так и дальше придется бесперерывно продолжать, заканчивая вторую культивацию. Трава прет и прет и прет. Поэтому вот так вот. Обычно как быстренько за три дня заехали, сделали культивацию, недели, две, полторы перекура. А тут только 2-3 недели мы культивировали первый раз. И, соответственно, то, что первые начали, пока закончили остальное, первые уже пора второй раз культивировать. Такий вот диван. Сейчас, в общем, ставим трактор. Вот здесь вот что-то плохо прокультивировалось. И едем домой. Так что всем спасибо за просмотр. Такой вот коротенький ролик. Ставим лайки, комментируем. Всем спасибо, всем пока. Друзья, друзья, всем привет. 6 июля. Короче, переезжаем на другое поле. 55 гектар. Вторая культивация. Со вслед первой. Пока первую закончили, уже вторую пора делать. Короче, в составе трех тракторов. ТЗ 12.20 с КНК 7.2, точнее, серединой. То есть 4 метра. Потом ТЗ 12.21 с двумя сейвками. Культиваторами СКП 2.1. И я с тремя. Многие задаются вопросом, почему именно сейвки, а не культиваторы. У нас же два КНК сплошных культиваторов. Потому что у КНК 2 ряда рабочих органов. Соответственно, расстояние между соседними лапами в одном ряду меньше, чем у сейвки, культиватора СКП, которая трехрядная. Соответственно, расстояние между соседними лапами в одном ряду шире. И меньше забивается с травной растительностью. То есть травы очень много. Поэтому КНК не везде пробивает. Приходится пока что культивировать. Но это то, что мы не успевали культивировать. Сейчас вот последние 55 гектар, и потом уже травы меньше. То есть вторая культивация будет на полях. Где можно работать с КНК в полной мере. Первая активация самая тяжелая была. Потому что дожди не давали, трава растет. КНК в полной мере. КНК в полной мере. КНК в полной мере. Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим нашу сейлку на транспортные колеса и отправляемся домой. Время 3 часа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...